всем привет сегодня мы с вами будем делать сумочку из окрыловых бусин форме сердца для этого нам с вами понадобятся вот такие замечательные зелененькие бусинки размером 10 миллиметров леска 0 6 миллиметров и ножницы для своего удобства я выбрала маленькие и большие ножницы ну что ж поехали сумочку мы с вами будем плести из крестиков я уже связала одну часть чтобы наглядно вам показать что из этого у нас получится и так для начала нам необходимо отмерить нужное количество лески я взяла где-то полтора метра мы соединяем два кончика лески и на один из них надеваем 4 бусинки один два три и четыре спускаем эти бусинки к середине лески и вот у нас с вами получился крестик чтобы его закрепить нам необходимо в последнюю бусинку пройти той же самой леской на которой мы ее надели проходим кончиком лески по обратному направлению а нижней леской мы проходим в получившуюся петельку зашли в петельку и у нас с вами получился вот такой узелочек этот узелочек мы как следует затягиваем и обязательно прячем его вот в этой бусинке чтобы он нас не распустился и не развалился и таким образом у нас с вами получился вот такой замечательный крестик как же плести дальше все достаточно просто на верхнюю леску мы надеваем две бусинки а на нижнюю одну потому что одна бусинка в плетении у нас уже присутствует и нам необходимо только три на верхнюю леску мы надеваем две бусинки на нижнюю леску мы надеваем одну бусинку и закрепляем точно так же как и в первый раз во вторую бусинку мы заходим той же леской на которой мы ее надели делаем петельку а другим концом лески мы в эту петельку проходим и затягиваем получившийся узелок обязательно при этом прячу его в наши бусинке вот у нас уже два крестика давайте еще раз на верхнюю леску мы надеваем две бусинки на нижнюю леску мы надеваем одну бусинку последнюю верхнюю бусинку мы заходим той же леской сделали петельку и в эту петельку прошли другим концом лески и затянули получившийся узелок при помощи такого нехитрого плетения мы будем с вами делать нашу сумочку надеваем две бусинки на верхнюю можем с вами при желании сразу пройти в последнюю бусинку той же самой леской и сделать уже нашу петельку придерживая пальцами мы надеваем одну бусинку на нижнюю леску и заходим в нашу петельку затягиваем получившийся узелок вот такая красота у нас получается сейчас нам с вами необходимо связать центр нашей будущей сумки и у нас здесь получится в ряду 15 крестиков я уже спела 14 крестиков а 15 нам необходимо сделать таким образом чтобы мы с вами могли перейти на второй ряд плетения как это мы будем делать на нижнюю леску нам с вами нужно надеть две бусинки а на верхнюю леску мы надеваем одну бусинку нам необходимо чтобы узелочек был в верхней бусинке значит мы с вами в эту верхнюю бусинку и пройдем хвостиком лески нижним хвостиком мы зайдем нашу петельку и затянем получившийся узелочек и таким образом мы с вами перешли на ступенечку вверх далее чтобы продолжить наше плетение нам необходимо на правую леску надеть три бусины потому что одна у нас с вами уже тут есть надеваем три бусинки и в последнюю бусинку мы заходим той же самой леской а другим кончиком мы зашли в нашу петельку и затянули получившийся узелок вот мы и начали с вами второй ряд нашего плетения далее нам необходимо тем кончиком лески который ближе всего к плетению пройти в соседнюю бусинку вот в эту бусинку мы заходим кончиком лески нам это нужно для того чтобы мы соединили верхнее и нижнее плетение на правый кончик лески мы надеваем уже две бусинки потому что две присутствуют в нашем плетении один два и в последнюю бусинку мы проходим кончиком лески делая уже знакомую нам петельку нижней леской мы проходим в эту петельку и затягиваем получившийся узелок дальше делаем то же самое проходим нижней леской в соседнюю бусину соединяем изделие на верхнюю бусинку на верхнюю леску мы надеваем две бусинки последнюю бусинку мы проходим той же леской и в эту петельку мы продеваем нижнюю леску после чего затягиваем получившуюся петельку петельку затянули и узелочек спрятали в бусинку и такими же самыми движениями мы продолжаем наш второй ряд что же делать когда у нас практически закончилась с вами леска как ее продлить все на самом деле очень просто нам необходимо с вами вот этими двумя усиками которые у нас остались пройти в бусинки в обратном направлении мы заходим в обратном направлении в одну бусинку а другой леской во вторую бусинку и для того чтобы покрепче затянуть нашу лесочку я хочу сделать вот в этой бусинке еще один узелок как мне его сделать верхней леской мне нужно пройти вот в эту бусинку прошла в эту бусинку а в бусинку из которой торчит у нас второй кончик лески я прохожу в обратном направлении делая уже знакомую нам петельку и свободным краем лески я захожу в эту петельку после чего я затягиваю получившийся узелок и вот таким образом мы закрепили леску чем большее количество бусин вы зайдете леской тем крепче будет плетение и оно точно не развалится вы можете проходить вниз, вправо, влево, наверх как вам будет угодно когда вы закончили проходить лесками в различных направлениях вы отрезаете получившиеся кончики только отрезайте их очень аккуратно чтобы ни в коем случае не зацепить лески которые держат у нас наши бусинки отрезаем одну часть и отрезаем вторую часть вот у нас с вами получилось вот такое вот изделие дальше нам с вами необходимо уже продеть новую леску мы проходим кончиком лески в ту бусинку на которой мы с вами остановились прошли раз и тем же кончиком мы заходим в соседнюю бусину заходим два и подтягиваем леску на один уровень после чего мы можем продолжать наше плетение на верхнюю леску мы надеваем две бусинки заходим в последнюю бусину хвостиком делаем петельку и заходим в эту петельку вторым хвостиком после чего затягиваем наш узелок вот таким способом мы с вами продлили нашу леску дальше мы таким же способом продолжаем наше плетение и так у нас с вами остается опять последний крестик и нам нужно перейти еще на один уровень выше проходим нижней леской в соседнюю бусину и на эту же самую леску мы надеваем две бусины последнюю бусину проходим той же леской а другим кончиком заходим в получившуюся петельку после чего затягиваем наш узелок и прячем его в верхней бусинке далее на левую леску мы надеваем три бусинки и проходим в последнюю бусинку той же леской и делаем петельку в петельку зашли второй леской и затянули получившийся узелок и мы начинаем с вами плетение с самого начала нижней леской проходим в соседнюю бусину надеваем на верхнюю две бусины и затягиваем получившийся узелок и дальше мы до конца доделываем наш третий ряд получается что мы с вами сделали в длину 15 бусин то есть 15 рядов а в ширину мы сейчас с вами делаем третий ряд и остается у нас четвертый я довязала последний ряд и теперь нам с вами осталось сделать только две верхушки и низ сердечко каким же образом мы это будем делать нам сейчас необходимо найти центр нашего изделия центром будет 8 бусина так как всего у нас в ряду 15 бусинок соответственно с левой и с правой стороны их будет по 7 штук мы находим вторую бусинку допустим начнем с левой стороны мы находим вторую бусинку и туда продеваем леску и делаем все уже знакомые нам движения надеваем три бусинки на левую леску последнюю бусину мы заходим леской и делаем петельку после чего затягиваем узелок вот таким способом нам нужно дойти до 7 бусины восьмую бусину мы не трогаем она у нас остается по серединке вот она итак проходим соседнюю бусинку нижнюю соединяем и на левую вновь надеваем две бусинки последнюю проходим леской делаем петельку и затягиваем узелок у меня заканчивается леска и сейчас я буду проходить ей в обратном направлении во все бусинки буду ее прятать так я прохожу в обратном направлении в соседние бусины делаю петельку сначала прохожу в бусинку теперь прохожу туда же в обратном направлении делаю петельку свободной леской я захожу в эту петельку и затягиваю узелок далее нашу леску я начинаю продевать в другие бусинки в таком порядке в каком я захочу и нам остается только брать лишние усики после этого я продеваю ту бусинку на которой я остановилась новую леску в нижнюю бусинку я также продеваю леску вытягиваю довожу на один уровень и я готова к тому чтобы продолжать плетение и так мы с вами доплели до 8 бусины мы ее пропускаем и дальше нам с вами нужно перейти на следующий уровень то есть подняться на один выше но мы это будем делать немножечко другим способом так как у нас с вами верхушка нашей сумочки идет на убывание то есть у нас здесь в основании было 7 бусинок здесь у нас с вами 6 бусин и сверху у нас должно остаться 4 бусинки значит мы с вами начнем плетение опять со второй бусинки то есть отсюда если у вас достаточно длинная леска вы можете пройти по плетению и вывести отсюда два усика если у вас остались короткие вы можете завершить плетение и продеть уже новую леску вот отсюда я пройдусь по бусинам начинаем плетение второго ряда нашей шапочки и опять же мы начинаем со второй бусины на правую леску мы надеваем три бусинки последнюю бусину мы заходим леской делаем петельку и в эту петельку проходим второй леской и затягиваем получившийся узелок все одна из верхушек у нас с вами есть осталась вторая мы ее будем делать точно таким же способом как и первым и так вторая часть нашего сердечка вторая верхушечка нашего сердечка мы пропускаем нашу леску во вторую бусину заходим во вторую бусину подтягиваем леску на одно и то же расстояние на правую леску мы надеваем три бусинки один два три спускаем их к низу в последнюю бусину мы заходим леской делаем петельку и проходим другой стороной лески и затягиваем вот таким образом нам с вами необходимо сплести уже вторую половинку сердечка так первый ряд верхушки мы сплели и переходим ко второй напоминаю что плетение второго ряда это начинается опять же со второй бусинки и так леску мы с вами вывели и начинаем плетение последнего ряда нашей верхушки мы с вами закончили плести наши верхушки и сейчас у нас остается низ сердечка низ сердечка у нас будет таким же способом плестись как и верхушки он у нас пойдет на убыль и в самом конце у нас останется просто четыре бусинки то есть один крестик плести не сердечко мы будем точно таким же способом что и плели верхушки то есть на каждый последующий ряд мы будем смещаться на одну бусинку к центру и так плетение как я уже сказала мы начинаем со второй бусины ну и начинаем привычным для нас способом на одну леску мы надеваем три бусинки спускаем их к основанию той же леской мы проходим последнюю бусину делаем петельку и затягиваем дальше мы делаем все те же самые движения мы заходим в соседнюю бусину леской и продолжаем плести крестиком вот мы и завершили наш ряд последним крестиком и нам вновь нужно зайти во вторую бусинку вы можете либо отрезать лишние лески либо пройтись по всем бусинкам и вывести леску отсюда итак мы начинаем плетение следующего ряда опять со второй бусины мы с вами закончили еще один ряд основания и сейчас каждый раз когда мы будем заканчивать какой-то из рядов мы будем смещаться на одну бусинку то есть будем начинать со второй вот мы и закончили плести два сердца и сейчас мы будем их сплетать между собой одну сторону я уже сплела вот таким образом и сейчас мы с вами будем сплетать вторую сторону и так берем леску и находим у нас вот эту бусинку которая была в основе самую верхнюю бусинку нашли и продели ее леску нам необходимо с вами соединить два плетения а соединить мы будем одной бусинкой продеваем бусину и этой же леской мы заходим в нижнюю бусину и соединяем два плетения вот такое соединение у нас получается и до крестика нам остается только одна бусинка на верхнюю леску я надеваю бусину в нее же захожу этим же кончиком лески делаю петельку и прохожу в эту петельку вторым концом лески и так же затягиваю получившийся узелок вот таким способом нам с вами необходимо соединить весь вот этот ряд далее мы с вами проходим в соседнюю бусину нижней леской проходим в соседнюю бусину леской верхней и до крестика нам остается с вами одна бусина надеваем одну бусинку проходим через нее этой же леской делаем петельку и затягиваем при этом как обычно прячем наш узелочек в бусинку и дальше повторяем все те же самые движения заходим в одну бусинку леской заходим в другую бусинку леской и надеваем еще одну проходим через нее концом делаем петельку соединяем если вы хотите чтобы ваша сумочка была пошире вам необходимо сплести не один такой ряд а два вот сюда наверх второй ряд таким образом она будет пошире но я захотела чтобы она у меня была вот такой вот тоненькой дальше мы с вами также соединяем всю нашу сумку оба сердечка сплетать сумочку я начала сбоку но вы также можете начать снизу и с верхушки это как вы уже захотите и еще когда вы сплетаете сумочку у вас получается что одна бусинка чуть выпуклая а другая бусинка будет вот там внутри такая лесенка у нас получается с вами я завершила доплетать боковые края нашей сумочки и посмотрите какая красота у нас с вами получилась но на этом наше плетение не заканчивается и сейчас мы с вами приступаем к плетению ручки для этого нам понадобится два таких полукольца вот такие полу колечки мы будем крепить к самой сумочке уже после этого на вот эти колечки мы с вами будем крепить карабинчик как я уже сказала карабины я все решила выбрать в серебристом цвете и я подумала что мне хочется разбавить чем-то зеленый цвет поэтому я решила что это будут бусины в виде жемчужинки тоже 10 миллиметров итак для начала нам с вами необходимо прикрепить эти полукольца крепить мы будем вот сюда берем леску и начинаем первым делом мы продеваем леску через вот эту бусинку вот она продели леску после этого продеваем леску в бусинку которая находится сверху и снизу вот они две эти бусинки верхнюю леску мы продеваем соответственно верхнюю бусинку по нижнюю леску в нижнюю бусинку и как всегда подтягиваем их на один уровень вот такая конструкция у нас с вами получилось и сейчас нам необходимо закрепить само полу колечко мы продеваем пол колечко и пристраиваем его вот сюда вот мы его пристроили с вами куда-то убежал она у меня пристроили и сейчас нам нужно его закрепить закреплять мы будем опять же проходя через все бусинки нашей леской вот этой леской нам необходимо зайти в эту бусинку заходим в нее заходим в нее хорошенечко подтягиваем вторую сторону мы делаем точно так же то есть этой леской мы заходим вот в эту бусинку заходим в бусинку заходим в бусинку заходим в бусинку и так же подтягиваем вот посмотрите у нас наше полу колечко очень хорошо село в бусинки ну и далее мы с вами нашими концами лесок проходим в разных направлениях по этим бусинкам и в каком-то моменте мы можем допустим здесь встретиться и сделать уже знакомый нам узелочек так начинаем проходить в различных направлениях и для того чтобы закрепить наше полу колечко еще лучше мы можем опять же пройтись леской в бусинке вывести ее в ту бусину из которой у нас шла леска когда мы крепили наше колечко и еще раз его закрепить я считаю что достаточно хорошо мы с вами закрепили наше полу колечко она точно никуда с вами у нас не денется поэтому я этими концами лески пройдусь еще по некоторым бусинам и отрежу лишние концы и так я закончила с первым полу колечком я его присоединилась он достаточно плотно и мы приступаем ко второму полу колечку и также будем крепить его к нашей сумке находим бусину которая нам необходима вот получается с этой стороны это вот эта бусинка а с этой стороны вот эта бусинка и проходим в нее леской прошли леской в эту бусинку и две вот эти соседние бусины мы также проходим леской вытягиваем лески на один уровень и начинаем закреплять полу колечком так мы пристроили наше полу колечко заходим в соседнюю бусинку и затягиваем как следует с обратной стороны мы делаем то же самое наше колечко село и мы начинаем закреплять и проходить во все стороны концами лески я приделала два полу колечко и сейчас мы приступаем к плетению самой ручки берем с вами леску складываем ее пополам и одну часть лески мы продеваем через ушко карабинчика у нас с вами получилась такая петелька и этой петелькой мы захватываем всю остальную леску и затягиваем вот такой узелочек у нас получается на карабинчике после этого надо тут немножко подтянуть чтобы они были одинакового размера после этого я беру одну зеленую бусинку и надеваю на оба конца лески разъединяю концы лески и на каждый из концов я надеваю по три бусинки жемчужных спускаем это все вниз подтягиваем вот так у нас это получается и и после этого я опять надеваю на два конца лески одну зеленую бусинку у нас с вами получается вот такая ручка далее я опять надеваю на один конец три бусинки жемчужные на другой конец лески тоже три жемчужные бусинки и на два кончика лески я надеваю одну зеленую бусинку и спускаю все вниз вот таким образом мы с вами будем плести нашу ручку старайтесь максимально близко подтягивать бусины друг другу чтобы они сидели плотно и не было видно лески и таким образом мы продолжаем плести столько сколько нам нужно я сплела достаточное количество звеньев у меня их получилось 9 штучек и сейчас мы будем крепить ручку к нашему второму карабинчику крепить мы будем следующим образом мы берем две лески и продеваем через наше ушко карабина после этого двумя хвостиками лески проходим в обратном направлении через зеленую бусинку как следует все подтягиваем смотрим чтобы у нас нигде не было свободной лески и после этого двумя хвостиками лески мы проходим через беленькие бусины после чего мы делаем два узелочка завязываем леску хорошенечко ее затягиваем я предпочитаю еще раз пройти через зеленую бусинку и оставшиеся белые бусинки на сколько хватит лески если у вас есть возможность спрятать этот узелочек в зеленую бусинку будет замечательно ну и для хорошего крепления также мы можем с вами сделать уже знакомый нам узелок пройдя в обратном направлении сделав петельку и пройдя другой леской в эту петельку этот узелок вы точно сможете спрятать в одну из бусин после чего вы можете либо сразу отрезать оставшиеся кусочки лески либо еще раз пройтись по бусинам и оставшиеся концы лески мы отрезаем вот такая симпатичная ручка у нас получилась давайте примерим ее к нашей сумке мне кажется выглядит очень мило если вы захотите вы можете снять эту ручку и надеть простую цепочку уже с готовыми карабинами в любом случае спасибо вам большое что вы посмотрели это видео я желаю вам большой удачи в ваших начинаниях и надеюсь была вам полезной до скорых встреч